Людовик XVI родился 23 августа 1754 года. Он был сыном дофина Франции Людовика Фердинанда и внуком Людовика XV, короля, за годы правления которого фаворитизм достиг небывалого размаха. В воспитании детей принц и принцесса не следовали традициям двора. Людовик Фердинанд находился в напряженных отношениях с отцом, осуждал его распутный образ жизни. Сам же был благочестивым и набожным. Дофин нетерпеливо дожидался своего восхождения на престол. Однако не дождался, скончался за 9 лет до того, как его сын, которому суждено было стать жертвой революционного террора, взошел на престол. Мать Людовика XVI Мария Саксонская, вторая жена дофина Франции. Будущий король рос ребенком молчаливым, замкнутым. Родительскую любовь сконцентрировал на себе его старший брат. Однако любимец Людовика Фердинанда, красивый, но капризный и избалованный мальчик, заболел туберкулезом и умер. Средний сын дофина стал наследником престола. Навязанная вина за то, что он занял место брата, преследовала его многие года. Будущий Людовик XVI немало времени проводил за книгами. Любовь к уединению он сохранил и в зрелые годы. Ежедневно занимался математикой, историей, латынью. Результаты занятий два раза в неделю проверялись родителями. Кроме того, они привили Людовику набожность, справедливость, доброту. После смерти отца он стал первым человеком в Версале. Но ни тогда, ни после кончины деда не пользовался уважением у поданных. Мировоззрение юного Людовика формировалось под влиянием произведений, проповедовавших равенство людей. Однажды он прочитал книгу Телемах Фенелона. История короля, обеспокоенного счастьем поданных, произвела на будущего короля Франции впечатление. Вскоре умерла мать Людовика. Сам же он, заразившись от брата туберкулезом, всю жизнь болел. Некоторое время придворные полагали, что он долго не проживет и освободит место престола наследника младшему брату. Будущий король Франции выздоровел. Тем не менее, это был болезненный, слабый подросток. Историки юного Людовика XVI описывают его как неуклюжего молодого человека с робким, недоверчивым выражением лица и гнусавым высоким голосом. При Людовике XV дофин терялся, казался еще более испуганным. На формирование характера будущего французского правителя оказало влияние окружения, книги. А еще отношения с Марией Антуанетой. Дофин Франции женился на австрийской принцессе в 16 лет. Бурбоны и Габсбурги несколько столетий боролись за господство. Наконец устали и осознали, что их безграничное честолюбие открывает дорогу новым династиям. Тогда государям-противникам пришла в голову идея воздержаться от войны и установить мир. Сделать это можно было с помощью нескольких брачных договоров. Женитьба дофина на дочери австрийкой императрицы имела большое политическое значение. Сложно было представить более негармоничную пару. Но о предпочтениях и желаниях отпрысков королевских семейств думать было не принято. После пышной свадьбы Людовика и Марии Антуанетта между династиями воцарился мир. В апреле 1774 года король Франции внезапно почувствовал недомогание. Он направился во дворец Трианом, где врачи поставили неутешительный диагноз – Оспа. Согласно традициям королевского двора, правитель ни болеть, ни умирать не имел права вне Версаля. Его перевезли в главный дворец. 10 мая 1774 года король скончался. На престол взошел Людовик XVI, будучи дофином Франции, Людовик много времени проводил на охоте. Однако став королем, на некоторое время отказался от любимого занятия и приступил к государственным делам, в которых мало что понимал. 20-летний король, как и его юная супруга, пользовался большой любовью французского народа. Увидев ликующую толпу на парижских улицах после смерти деда, Людовик почувствовал огромную ответственность, которая лежит на его плечах. Он еще раз проштудировал телемаха, а затем обратился за помощью к бывшему секретарю графу Морипа. Это была грубая ошибка молодого короля. Морипа отправили в отставку в 1749 году. На протяжении четверти века он пребывал в замке Паншартрин. Собирал вокруг себя просветителей, членов парламента, физиократов. Граф Морипа являл собой что-то наподобие серого кардинала. Однако он не смог помочь молодому королю решить ряд сложных задач. Первые недели после смерти Людовика XV у скульпторов, художников, граверов и медальеров было много хлопот, предстояло изготовить портреты венценосных супругов. С изображением белокурой Марии Антуанеты трудности у художников не возникло. Молодая королева уже тогда являла собой законодательницу моды, считалась образцом утонченного стиля. Не просто было предать королевского величия образу Людовика XVI, на фото, изображающих этого представителя династии Бурбонов, можно видеть величественного правителя. Но этот образ, согласно историческим источникам, приукрашен. Людовик был невысок ростом, неуклюж. С ранних лет любил плотно поесть, в результате чего имел лишний вес. Художникам приходилось кривить душой, изображая нового монарха представительным и стройным. Он был до смешного неловок, и в его облике не было ничего королевского. В воспоминаниях представительницы два рассказано, он был стеснен шпагой и никогда не знал, что с ней делать. Не любовь к королевскому этикету и идеи о равноправии сформировали манеру поведения, которая не соответствовала правителю. Людовик мог появиться в театре без свиты. Разговаривал отрывисто, иногда грубовато. Но главное, предпочитал отнюдь не королевские занятия. Людовик XVI увлекался слесарным делом, часами пропадал в мастерской на чердаке. Король запросто, без лейб-гвардии, мог выйти к народу и побеседовать с крестьянами. Это вызывало критику придворных, причем более жесткую, чем осуждение безнравственного поведения его предшественника. В народе быстро распространились слухи о честности и добрых намерениях короля. Первое, что сделал Людовик XVI, отправил в ссылку мадам Дюбари, фаворитку своего предшественника. Король отменил феодальную повинность, ликвидировал королевские привилегии, сократил придворные расходы. Он провел финансовую реформу, внес изменения во все отрасли народной жизни. В этом его поддерживал Мальзерб, патриот и талантливый государственный деятель. Новые идеи не понравились ни дворянству, ни духовенству. Представители этих сословий крепко держались за свои привилегии. Людовик стремился смягчить злоупотребления, но искоренить их ему не удалось в силу своей нерешительности и мягкости. Главную роль в проведении реформ играл экономист и философ Тюрго. Однако королю сложно было противостоять дворянству. Тюрго пришлось удалить со двора, после чего в финансовой сфере воцарилась анархия. Репутацию Людовика серьезно подорвала расточительность королевы. В делах внешней политики Людовик действовал мудрее, нежели его дед. По природе он был человеком миролюбивым, к славе завоевателя не стремился. В начале правления он сказал, не желая вмешиваться в дела других государств и рассчитываю, что они не станут меня беспокоить. В мае 1789 года состоялось собрание Генеральных Штатов. Рассматривалась необходимость преобразования старой власти. Людовик постоянно колебался, поддерживал то интересы народа, то интересы придворных. 14 июня в столице произошло восстание. Власть перешла к учредительному собранию, после чего монарх поселился в Париже. Роковым стало для него обращение о помощи к Австрии и Швеции. В конце июня 1791 года король вместе с семьей осуществил неудачный побег. После возвращения в Париж ему пришлось принять новую конституцию. Очередные переговоры с иностранными державами привели к свержению монархии. В биографии Людовика часто упоминаются проблемы интимного характера. И не случайно, в течение первых семи лет брака король не мог исполнять супружеские обязанности. Виной всему, как утверждают исследователи, Фимос. Решить проблему удалось только после того, как король согласился на операцию. О несостоятельности Людовика знали не только представители королевского семейства. Это обсуждалось придворными, слугами, камеристками, кавалерами, офицерами. Король становился еще более замкнутым. Ему не нравилось расточительство Марии Антуанета. Но еженочно он испытывал унижение, а потому днем становился беззащитным перед женщиной, запросы которой росли с каждым днем. В 1778 году в королевской семье родилась дочь. Мария Тереза – единственная из детей Людовика, достигшая взрослого возраста. Старший сын умер в тюрьме Тампль. Судьба второго мальчика еще трагичнее. После казни Людовика якобинцы добились от 10-летнего Луи Шарля показаний против матери. Затем отдали на воспитание бездетному ремесленнику. Он умер от туберкулеза, но на его теле врачи обнаружили следы от побоев. Младшая дочь Людовика не прожила и года. Последние дни Людовик XVI провел в Тампле. Заключенный в тюремных апартаментах, он считался теперь королем лишь для собственной семьи. До него доносилось эхо парижских событий, но теперь он выступал в роли пассивного зрителя. Суд начался в декабре 1792 года. Король продемонстрировал удивительную выдержку и чувство собственного достоинства. Он спокойно выслушал смертный приговор. 21 января следующего года Людовик взошел на Эшафот. Его последние слова «Прощаю всех, кто виновен в моей субтитры»? 22 января следующего года Людовик взошел на Эшафот. Его последние слова «Прощаю всех, кто виновен в моей